Отлично. Я хотел поговорить о сегодня достаточно простой и прикладной вещи, то есть которая у нас в принципе так может быть преддверием нового курса, который я хотел бы вам провести, я хотел бы коснуться такого аспекта, как практики самовосстановления, но практики самовосстановления не на базовом уровне, а практики самовосстановления на уровне того, что в эзотерической традиции называют семью тонкими телами. Вот. Значит, поскольку у нас здесь там форум эзотической, медической школы, то значит кто-нибудь мог бы спросить, вот зачем нам там продвинутым практикам, которые занимаются там 10 лет, значит уже там какие-то практики самовосстановления, то есть там особенно на тонких телах, то есть мы там вот вроде бы уже должны чего-то уметь и могли бы задать еще не менее простой вопрос, вот как же так, что человек, значит, там занимается различными способами гармонизации себя, стремится к более высокой гармонии, то есть там пытается работать с чем-то сложным, и зачем же такому, так сказать, прекрасному человеку практики самовосстановления вроде бы должен справляться и так. Вот. Значит, ну вопрос, то есть в целом легитимный, на него есть достаточно простой ответ. Значит, чем больше результатов хочет получить человек, тем большую нагрузку он берет на свою нервную, на свою энергетическую, там, на свою духовную систему. Практически в любой области жизни значительные результаты требуют значительных усилий. Те, кто хотят получить результатов, ну как бы, то есть нельзя развиваться, не решая задачи в большей степени сложности, чем вы решаете обычно. То есть, нет, ну здорово было бы, да, если бы вы, как Илья Муромец, там лежали 33 года на печи, но тоже непростая задача, попробуйте 33 года полежать на печи, там, без айфона, телевизора, да, то есть вот век когда-то, до книгопечатания, тоже вы видите, что задача непростая, то есть накапливая личную силу. Поэтому понятно, что любое развитие требует решения сложных задач. Если вы вообще не решаете задачи, которые близки к вашей предельной зоне, которые, ну, по-настоящему сложны, вот, то развиваться крайне сложно, да, то есть с точки зрения решения сложности задач, то есть можно разделить задачи такие. Задачи, ну, простые, их решения не требуют от вас, ну, вообще усилия, они для вас скучны. Заниматься все время скучной работой – это лучший путь к усталости и деградации. Задачи, которые в целом ничего, но не требуют сложности, это, как бы, некоторый способ практики поддержания формы. Задачи, которые некой оптимальной сложности, они не сверхсложны, но и не сверхпросты, находясь в процессе решения такой задачи, мы попадаем в состояние потока. Это задачи, которые полностью захватывают наше внимание, но поскольку мы в них движемся, то, как бы, нам их очень приятно решать. И, наконец, задачи, где мы, как бы, все-таки выходим на свой предел, потому что мы говорим, что наш путь – это путь личной эволюции, единственный способ узнать своих, то есть шагнуть за свои пределы – это их узнать, а единственный способ попробовать узнать свои пределы – это попытаться выйти за них. Это понятно, да? Значит, соответственно, то есть те, кто хотят чего-то большего, зачастую берут на себя большие нагрузки. То есть люди, занимающиеся там боевыми искусствами, получают нагрузки и зачастую травмы, большие, чем люди, лежащие на диване. Те, кто там занимаются скалолазанием, там понятно, да, то есть люди, занимающиеся какими-то научными экспериментами, проводят много времени в лаборатории, те, кто занимаются медитацией, много времени медитируют там, те, кто занимаются там практически какой-нибудь там магией, то есть там работают в целительстве, дают какую-то нагрузку на свою энергетику, то есть, соответственно, и нагрузка у вас тоже больше. Соответственно, большая нагрузка повышает требования к собственной гармонизации, что, мне кажется, достаточно очевидно. Вторая часть по поводу того, зачем нам практики продвинутого самовосстановления. Любая личная эволюция требует времени. В процессе зачастую значительная личная эволюция требует значительного времени. А здесь как бы так устроено, что на протяжении этого времени с нами происходит одно единственное неприятное такое явление, мы немножко стареем. То есть некоторые здесь еще молоды и прекрасны, надеюсь, что все, но тем не менее. Есть смешной рассказ Бармора, когда к Демиургу, который создал мир, как некоторую игру, и придя к этому Демиургу, он говорит, слушай, что ты тут в этой игре напутал, что все там идет хорошо, но на каком-то этапе, как ты там дорос, до 40 лет, параметры начинают резко падать. И, значит, вот такая игра. Поэтому, соответственно, конечно, требуются и большие навыки. Следующее, чем больше существо в чем-то ощущает личную гармонию, тем выше и его уровень неприятия различной личной дисгармонии. С одной стороны, он может многое переносить, но вот вы понимаете, да, то есть человеку, который живет там где-то в селе, ему, значит, там, матерящиеся вокруг крестьяне, ну, не мешают. Продвинутому практику они тоже не мешают, потому что он может находиться в состоянии, где он там выше сакрального и прохванного, но, как правило, все-таки, значит, вот ему это не нравится, и он старается там не находиться, точно так же, как и его там чутье в фильмах, к тому, что он может назвать банальностью, там, к плохому качеству в литературе, возрастает. Точно так же возрастает и чувствительность в дисгармонии собственного тела, и, соответственно, как бы, то есть продвинутые практики, то есть стремятся к все более и более тонкой настройке. Это понятно? Понятно. Следующая часть, то есть и такое, опять же, то есть это немножко зачем и почему я об этом говорю, то есть таких хороших практик, что многие, даже те, кто давно занимаются, от них не считают себя продвинутыми практиками и просто хотят лучше жить. Поэтому говорят, что все здорово, эволюция – это замечательно, а еще нам нужны какие-то техники, чтобы жить лучше здесь и сейчас, и поняв и применив эти техники на себе, применить их на своих близких. Это один из самых лучших и честных ответов, то есть вот я просто иногда там встречал людей, которые, так сказать, придерживались какого-то мнения, да зачем там тратить время на поддержание своего состояния вот в идеальной форме. Вот иногда, кстати, вот такие вещи даже были какие-то учителя иногда различных индуистских систем, то есть которые там к концу жизни выглядели там просто ужасно, они говорили, ну, медикаментами там себя поддержим, а там на главное, на духовную эволюцию, чтобы время хватало. Значит, ну, я все-таки считаю, что истинная свобода должна идти через осознанный контроль большинства проявлений своего существа. Вот, значит, это то, почему, ну, то есть есть еще много причин, почему нужны практики самовосстановления, опять же, да, то есть вы будете много экспериментировать, практики самовосстановления вам потребуются. Значит, если говорить и отступить от высокой теории, я очень часто наблюдаю следующий феномен, то есть вот общаешься с людьми, которые там занимаются чем-то много лет, и даже чего-то много лет, и даже чего-то умеют, людьми ненулевыми, с вполне хорошими достижениями. И смотришь, что у этих людей зачастую иногда отсутствуют базовые навыки, например, саморасслабления, что у них там при этом высокая степень сожатости, что они устают, что они плохо дышат, что у них высокий уровень тревоги, что у них как бы подзарядиться и привести себя в форму просто не хватает как бы времени. Зачастую, то есть этого не происходит из-за нежелания этим заниматься, зачастую из-за неверия где-то внутреннего в свои силы и возможности себя изменить, зачастую из-за того, что не выработана полезная привычка, ну, в некоторых случаях от того, что просто нету простых и эффективных техник в арселале, которым можно было бы себя привести в порядок быстро и на глубоком уровне. Понятно ли то, о чем я сейчас говорю, хочет ли кто-нибудь что-нибудь спросить именно на этом этапе. Так. Пока понятно. Хорошо. Значит, когда меня в свое время начинали учить, то есть то, как бы с чего начинали учить меня, то есть там среди нескольких навыков, там с навык концентрации, навык базового ощущения энергии, мне было достаточно мало лет, так показалось, что меня начали учить рано, меня начали учить с техник оптимального глубокого и сверхглубокого расслабления. Соответственно, когда я уже там повзрослел и начал там знакомиться с различными практиками со стороны, вот, я считал, что какие-то вещи, которые я знаю там с детства и которые, я думал, известны всем лет с девяти, ну, что это оказалось вот не столь очевидно, да, то есть вообще, как бы, когда живешь в некоторой среде, думаешь, что там все люди примерно как ты знают, чем там отличается там Робизон от Пимизона, да, то есть вот чем там Трицератопс отличается от Стегозавра, да, там вот Ахилла от Исхила, вот, вот, и что такое техники сверхглубокого расслабления, однако потом оказывается, что это знание иногда не является общим. И поначалу, то есть вот я помню, что даже было некоторое у меня удивление, или я смущался как бы делиться какими-то вещами, которые мне казались совсем базовыми. Но потом оказалось, что вот эти вещи, которые, там сказать, вот, ну, мне отдавали как базу, я там встречал их в каких-то сверхпродвинутых техниках тибетской релаксации, там, для голливудских звезд и так далее, и выяснилось, что куча людей просто этих вещей не знает. Поэтому на каком-то этапе я посчитал, что все-таки нужно поделиться, то есть некоторым комплексом для, со своими учениками, вот, в частности, практик расслабления, вот, в частности, практик, то есть восстановления, как бы на более глубоком уровне, и об этом я хочу сегодня поговорить. Это вот такое длинное введение, но, надеюсь, оно было интересно. Вот. Значит, какие задачи стоят перед человеком, стремящимся к высокой гармонии, то есть, там, практиком осознанной эволюции, там, практикующим эзотериком, практикующим магом? Перед ним стоят задачи уметь приводить в порядок и восстанавливать на достаточно высоком уровне быстро, семь тел, опять же, достигать высокой степени отдыха. Значит, здесь простой вариант. Если вы, несмотря на ваши практики, бывают у вас чувства, что вас реально не хватает энергии, что вы чувствуете себя переутомлённым, что вы эмоционально просажены, что у вас не хватает ментальной энергии, что вы не можете отпустить ситуацию, всё время про неё думаете, что вы, восстанавливаясь, чувствуете себя, как бы не на свои годы, а как бы вот чувствуете себя древним существом, которому 150 лет уже и не за счёт сложности эволюции, то, возможно, некоторые техники вы упускаете, и они могли бы вам помочь. Значит, с чего начинают различные практики? То есть, практики начинают с того, что нам дано как непосредственная реальность в ощущениях своего физического тела. Значит, для обычного человека неплохо научить физическое тело расслаблять просто за счёт гимнастики. Если человек хочет чего-то большего, ему нужны какие-то техники аутотренинга. Мои руки тяжёлые и тёплые и так далее. Значит, техники аутотренинга, позволяющие людям расслабиться, работают достаточно эффективно. Немногие знают, что по-настоящему эффективные техники аутотренинга срабатывали тогда, когда человек работал с гипнотизёром. Гипнотизёр давал ему опыт сверхглубокого расслабления, человек его уже запоминал и потом прорабатывал сам. Но для тех, кто стремится к осознанной эволюции, то есть того базового уровня, что есть у людей, недостаточно. И от практикующего эзотерика требуется научиться чувствовать по крайней мере несколько слоёв своей мускулатуры, своих фасций и научиться достигать в них очень глубокого уровня расслабления. Особенно научиться расслаблять скелетные мышцы, ну поверхностные, да, вот глубинные слои мускулатуры, расслаблять на сверхглубоком уровне и контролировать мускулатуру лица, вызывать глубокое расслабление в мускулатуре пальцев, вот расслаблять, как бы ощущать зоны, которые обычно находятся вне внимания, вот и делать это как дома, когда он хочет восстановиться, так и вызывать достаточно высокую степень расслабления, вот понятно, да, то есть в реальных ситуациях, в ситуациях, где вы коммуницируете, с кем-то общаетесь, там ждёте самолёта, значит, и там какого-нибудь опасного вы идёте на автобус, то есть в ситуации, где вы не можете на диван прилечь. Вот, это понятно, да? А зачем? А зачем? Зачем это нужно? Ну а ещё, вот зачем нам, например, нужно ощущать всю лицевую мускулатуру? Зачем нам нужно ощущать всю лицевую мускулатуру? Зачем нам нужно ощущать всю глубинную мускулатуру? Ну, значит, во-первых, да, все напряжения забирают энергию. Второе. Практически, значит, все напряжения мимических мышц хранят в себе эмоции. Немногие знают, что когда человек, ну, долгое время держал лицо там в состоянии какой-то эмоции, он вроде бы его убрал. Часто в зонах, значит, которые были, остаются скрытые напряжения. Эти скрытые напряжения являются некоторым якорем или, будем говорить, резервуаром, буфером, который поддерживает остаток эмоций, и из него эмоция, и связанное с ней ментальное состояние достаточно быстро вспыхивает и возвращается. То есть контроль лицевых мышц в первую очередь – это некоторый способ высокого контроля эмоций. Значит, то, что человек считает, что его лицо часто в некотором тонусе, то есть вот то, или там он считает, что там мое лицо расслаблено, зачастую человек ошибается и в своем лице как бы уносит гораздо больше напряжения, чем это необходимо. Дальше идёт шея и плечевой пояс, которые не только связаны с циркуляцией энергии, но банально у ряда людей из-за этого хуже кровообращение. То есть там вот голова получает как бы меньше крови и кислорода, чем она могла бы. Следующее. То есть очень важны как бы мышцы, вот диафрагмы. То есть да, мышцы диафрагмы почти всегда, то есть это не позволяют человеку дышать по-настоящему эффективно, это какие-то зажимы. И диафрагма почти всегда в ней остаются зажаты различные тревоги, вот различные беспокойства. Значит, мышцы рук, в них остаётся часто зажато неосуществлённое действие, да, то есть когда вы хотите кого-то схватить, там стукнуть, сбежать, которое вы не можете выполнить. Мышцы ног, это часто как бы в них остаётся зажата тревога, беспокойство или стремление убежать, то есть смещение в будущее, стремление удалиться из места, которое вы тормозите. С ними же связаны и мышцы поясницы. И как бы, то есть вот умение уже ощутить просто подобные мышечные зажимы позволяет человеку как бы жить достаточно эффективно. То есть эта часть понятна, да? Сейчас попробуем с вами, попробуем на практике. Значит, дело в том, что, как мы понимаем, да, то есть мы воплотились здесь и живём в физическом теле для того, чтобы получать через него информацию о мире, для того, чтобы эволюционировать, получая через него информацию. Поэтому понятно, что различные эмоции, ментальные состояния влияют на физическом теле, в физическом теле отражаются, и, соответственно, физическое тело, в свою очередь, влияет на состояние тонких. Управляя физическим, мы можем управлять тонкими, причём почему начинаем с физического, этому научить проще всего, хотя даже этой частью большинство людей не владеет. Хотя, ну, могло бы. Значит, понятно, да? Вот, теперь смотрите. Давайте с вами просто давайте с вами просто как бы сделаем сейчас несколько достаточно простых вещей, то есть вот, чтобы вы немножечко поняли, о чём идёт речь. Вы эти практики, те, кто занимаются у меня давно, конечно, знаете на этом уровне. И из того, как я вас опрашивал, это относится к тому прекрасному разделу, который вы знаете и многие из вас не делали. Вот, хорошо. Итак, я хотел бы, чтобы вы сейчас, вы можете прикрыть глаза или не закрывать их, чтобы вы обратили внимание на своё тело и нашли в своём теле самую напряжённую точку. Пройдите внимание по своему телу, сверху вниз, по боковым сторонам, по задним, как бы двигаясь. Внимание идёт сверху вниз, и сканируйте тело по объёму. Найдите в теле самую напряжённую точку. Продолжение следует... Те, у кого удаётся или удалось, напишите плюсик. Отлично. Значит, оцените степень напряжения этой точки относительно оптимальности. Ровно столько напряжения, что нужно, больше, чем необходимо, намного больше, чем необходимо. Ну, давайте так, ровно столько напряжения, сколько нужно. Это, допустим, единица, два чуть больше, три сильно больше, четыре там перенапряжена, пять там совсем перенапряжена. Ноль там вообще, я не в тонусе, недостаточно напряжена. Продолжение следует... Дорогие мои, такой вывод вы можете сделать из всего, что вы написали. Все, кто написал больше единицы. Очень просто. У вас в теле есть напряжение как минимум на один, у некоторых на два или на три пункта больше, чем нужно. Заставляет ли вас поддерживать кто-то это напряжение? Нет. Можете ли вы его убрать? Да. То есть вы носите в своем теле напряжение, которое вас никто не заставляет с собой носить. То есть я точно не приходил вам с утра и не говорил, вот сделай для меня, пожалуйста, доброе дело, поноси в себе это напряжение на отметке не меньше трех. Да, вот как бы, то есть даже как бы, то есть вот типа те, кто молодцы, вот типа Элит, вот Эляс Сандро, то есть вот носят в себе на единичку больше напряжения. И внимание, вопрос. Если вы так легко можете найти в себе напряжение в течение 15 секунд, если вы можете оценить, что оно минимум на единицу больше, чем необходимо, если никто не заставляет вас его носить, то почему и зачем вы его носите? Никто же не заставляет. Почему? Да потому что, скорее всего, не обращали на это внимания. Потому что просто вы его не отслеживаете и не ставили перед собой такую задачу. Если бы оно было в явном внимании, вы бы помнили и помнили, если бы вы знали про напряжение, имели бы метод, легко бы его ощущали, то есть вы бы его убирали. Будет у вас больше внимания, вы бы с этим лучше справлялись. Ну, по крайней мере, допустим, я не говорю, что вы его убрали бы сразу до нуля или до единицы, но вы бы как минимум сколько-то бы снизили. В первую очередь, как бы большая часть напряжения происходит из-за нехватки внимания. Понятно, да? Теперь я предлагаю вам пройтись по своему телу и найти вторую после по напряженности зону и оценить ее и третью зону, то есть после этого самую напряженную. Вы дошли вот напряженную зону, самую напряженную зону, а потом может быть даже целый набор зон, которые будут напряжены. Вот, ну, так, что там напряжения какие-то будут, или может это будет просто тунос, просто ищите напряжение в теле по уменьшающемуся. Есть? Это мы еще как бы до семи тел не дошли, я вам просто что-то хочу продемонстрировать. Давайте. Я подожду, а вы напишите. Спасибо. Спасибо. Есть две с половиной, вторая зона. Вот, Юлия, ваш ответ заставляет напрягаться мой интеллект, что приятно, но вот это есть две с половиной зоны, как полтора землякопа. Вот, Юлия. Нашли ли вы в своем теле зону, вот где вы сейчас сказали, вот она оптимально расслабленная, не в смысле, что там вообще не работает, а вот именно там оптимальный способ, уровень расслабления. Потом найдите вторую по расслабленности зону и, наконец, третью по расслабленности зону. Самая расслабленная, чуть менее расслабленная, еще чуть менее расслабленная, но еще не напряженная. Отлично. Итак, смотрите, вот у вас есть там зоны, там типа расслабления, ну типа тут, не знаю, много расслабления, чуть меньше расслабления, да? И у вас есть какие-нибудь зоны напряжения, там много напряжения, чуть меньше напряжения, а там некие там еще, ну сколько-то там. Вот там, значит. Теперь, если вы эти зоны нашли, я попрошу вас сосредоточиться на зоне расслабления и дальше выбрать стратегию, которая будет работать у вас. Попробуйте из зоны расслабления, из самой расслабленной зоны направить расслабление, но без усилий, пригласить его, как бы вниманием предложить ему войти в зону, где расслабление чуть меньше. И в зону, где направлено расслабление еще чуть меньше, и когда расслабление с таким дружественным, мягким, не заставляющим вниманием туда перейдет, вы почувствуете, что расслабление в этих зонах нарастает. После того, как вы немножечко увеличили расслабленность, уже расслабленных зон, направьте расслабление в зону чуть напряженную, оттуда в зону, которая была более напряжена, и, наконец, в самую напряженную зону. Вот. Попробуйте, значит, если, например, направление расслабления в расслабленную зону сразу расслабление увеличивает, что уж попробуйте посмотреть. Как на расслабление будут реагировать напряженные зоны? Теперь не надо их перемещать волей, не надо задерживать дыхание. Расслабление не должно вас больше напрягать. Просто приглашайте их в напряженные зоны. Попробуйте как бы расслабление перебрасывать в те зоны, в которых как бы к нему будут чувствительны. И вы почувствуете, что вот без волевых усилий степень напряжения в вашем теле снижается. Понятно ли вам задание? Хорошо. Пожалуйста, действуем. Хорошо. Делайте ему несколько минуток. И кто сделает, напишите свои ощущения. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ваши ощущения. Интересно ли вам было расслабляться в таком варианте? Удалось ли почувствовать, как одна зона, как вы можете перебрасывать расслабление как качество? Если у вас не получилось расслабиться с первого раза, не напрягайтесь на эту тему. То есть это иногда требует чуть больше времени. Спасибо. 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 Вот. Значит, теперь, да, оно может получиться частично. Скажите мне, осталась ли у вас в теле какая-то напряженная зона? Я надеюсь, что вы позаботились о сегодняшнем занятии и не убрали все напряжения заранее, чтобы не было что вам показывать. Есть ли у вас напряженная зона? Хоть какая-то, где хоть чуть-чуть напряжения. Сейчас сделаем. Трошки. Теперь смотрите. Да, в меньшей степени. Теперь хитрый фокус тому, чего не учат в школе. Значит, что делают большинство людей, найдя у себя напряженную зону? Они пытаются в напряженную зону сразу воткнуться вниманием, пытаться ее убрать. И часто терпят при этом неудачу. И многие люди начинают прилагать волевые усилия, чтобы расслабиться. Например, задерживать дыхание, чтобы расслабиться, что в корне неверно. Вот. Да, то есть напрягаться ради как расслабление – это как воевать за мир, да? Вот. Или там еще более есть такая непривычная, неприличная поговорка у англичан, что такое fighting for peace, да? Потом посмотрите. Значит, теперь смотрите, что нужно сделать вместо этого. Нужно мягко повысить детальность вашего наблюдения. Выделите ту зону, которая вам кажется напряженной. Значит, вы увидите, что то, что вам кажется как единая зона, на самом деле набор пятен. Где-то может быть зона совсем напряженная внутри, где-то чуть менее, где-то еще. Вы увидите, что в той зоне, которая вам кажется напряженной, есть зона максимального напряжения, и внутри нее есть зоны чуть менее напряженные. Как нет совершенно однородного кристалла, так и нет совершенно однородно напряженной зоны. Значит, ваша первая задача – направить туда мягкое внимание. Вторая задача – почувствовать, что то, что вы чувствуете как напряжение, вы опять же не кристаллы, даже в кристалле атомы вибрируют, а это процесс. И напряжение не одинаковое в секунду. Один, два и три. Предположим, вы как бы такой сидите, лаборант, и регистрируете уровень напряжения, там, ну, таков, да, ваше время. Вы смотрите, напряжение в момент времени Т1 было там такое-то, в Т2 такое-то. То есть попробуйте в напряженной зоне выделить самую напряженную точку и в ней же найти наименее напряженные точки и направить расслабление туда. То есть уже эта методика является некоторым ноу-хау ряда как бы закрытых школ. Ну, как бы не жалко поделиться в рамках направления искусства радости. Понятно ли вам это задание? То есть я рассказываю про вещей, которые вы знаете, но думаю, это вам будет вполне интересно. Главное, не старайтесь. Если вы направили намерение и пригласили расслабление в зону, а оно не идет, просто ищите ту точку, которая отзовется. А если никакая не отзовется, то вы в позиции, что вы стоите и предлагаете вот ей это расслабление, как каравай с хлеб с солью, рано или поздно она возьмет. Вы просто не торопитесь и предлагаете. Не пихайте расслабление туда. Понятно задание? Хорошо. Действуем. Поехали. Хорошо. Продолжение следует... 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 Вот, на скорость, что веселей, у вас есть на это одна минута, вот с момента, когда я скажу начали, умножить в уме 78 на 42, и в процессе этого действия отследите все, что будет напрягаться, все мышцы. Задание понятно? Поехали, время пошло. Умножьте в уме 78 на 42, время пошло, отслеживая напряжение всех мышц, которые возникают. Не надо писать мне результат, в уме, в уме, только в уме. Надеюсь, у всех остальных не висит. Не надо писать результат. Стоп. У остальных нормальная сейчас связь? Не знаю, сегодня какие-то глюки с интернетом, но... Нормально, отлично. Ну что, кто успел за минуту получить результат? Скажите, пожалуйста, у кого в процессе решения простой интеллектуальной задачи до третьего класса вы почувствовали, что у вас напрягались мышцы, скорее всего, шея, диафрагма, челюсти? Приятно, что есть честные люди. Замедлил рассвет. Хорошо. Скорее всего, что дыхание у вас тоже менялось. Теперь смотрите. Значит, давайте посмотрим. Степень сложности задачи вообще элементарная. Степень стрессогенности задачи, ну, очень небольшая. Ничего бы с вами не произошло, если бы вы не сделали. Но даже на такую простую задачу возникает куча напряжений. Подумайте о том, насколько больше... Я сейчас просто не хотел нам взбивать приятное состояние. Насколько больше напряжений возникает, когда человек проигрывает в уме разговор там неприятный со своим начальником, девушкой, парнем. То есть, там, сцену похода к стоматологу, вот, если он сам не стоматолог. Или наоборот, тем более, если он сам стоматолог, да. Значит, то есть, не говоря уже о том, как бы, то есть, ну, в каких-то ситуациях есть реально хотя бы более-менее высокая стрессогенность. Человек поддерживает себя намного больше напряжений, осознает их намного меньше. Теперь, значит, то есть, мы говорим все-таки о том, что идущие по пути осознанной эволюции и магии – это все-таки путь свободы. И если вы не способны поддерживать достаточный уровень комфорта и расслабленности, вот, в даже не очень стрессогенных ситуациях, да, вот, не как герои книги «Московские джедаи», которых требовали во время, там, под огнем, там, называть слова с разным количеством букв О, да. То есть, то если вы не способны на подобный уровень самоконтроля, то либо вы его не тренировали, либо, что, возможно, вам стоило бы задуматься еще о каких-то вещах в вашем развитии. То есть, все-таки мы стремимся к некоторому уровню, там, самообладания. Я помню, что, то есть, именно расслабление, если кто-нибудь помнит «Белое солнце пустыни», когда товарища Сухова проверяют, ему кидают динамит, да, прикурить от динамита. Вот человек, который может прикурить от динамита, там, выбросить, да, или, значит, как, я помню, была, по-моему, история про Отер Релея, когда его, там, должны были, значит, казнить вместо с какими-то людьми. А он был такой человек достаточно бесстрашный, то есть, вот, его вывели, там, король, значит, должен был его, там, вот, тогда казнить. И, значит, Релея там стоял, там, он не то попросил, там, закурить, не то выпить, не помню, что там, вот, что было, давно это было. И, значит, там, вызывают первого человека на эшафот, значит, и, там, засчитывают помилование, второго, там, надевают петлю, засчитывают помилование, там, очередь должна дойти до Релея, Релея порачивается к своим провожатам, говорит, все, пойдемте на сегодня, зрелища не будет, он струсил. Причем, но должны были, как бы, вешать его. Мы все-таки стремимся в идеале к подобному уровню самообладания, но, то есть, подобный уровень самообладания – это некоторый идеал. Ну, для начала мы хотим, чтобы просто даже элементарные вещи не вызывали у нас лишних напряжений, вот, чтобы просто комфортно жить. Это понятно, да? Хорошо. Следующая вещь, которая касается, почему нам нужно овладеть, значит, овладеть, как бы, расслаблением. Я попрошу вас сейчас представить, что вы мысленно подняли со стола руку, и вот этой мысленной рукой попробуйте толкнуть перед собой предмет, который перед вами. Попробуйте, ну, войти в контакт, вот вы, как бы, рука лежит, но вы мысленно поднимаете, значит, руку и пытаетесь, как бы, толкнуть перед собой предмет, не знаю, монитор. Попробуйте, ну, войти в контакт. Прекрасно. Значит, дорогие, пока вы не научитесь расслаблять тело, то есть я, как бы, с этого тоже начинал. То есть, да, вот я помню, значит, ну, чем я, там, сказать, все время начинал в детстве, читали рассказы про всяких людей фантастических, которые занимались телекинезом. И дальше, значит, все эти были дурацкие книжки, где нужно было, там, накрыть какую-нибудь чашу с водой, там, значит, чем-то, подождать, пока она установится, поставить линейку, и вы сидите, значит, и в нее, там, тыкаете, 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 чтобы оно сдвинулось. Ну, на каком-то этапе оно сдвигается, но чувствует, что очень устал. Во многом очень устал не от того, что потратил эти килотонны, да, то есть ментальной энергии, а от того, что большую часть времени вместо ментальной энергии, чтобы организм чувствовал, что что-то сработал, напрягал физические мышцы, там, не дышал, да. То есть вот, ну, просто были лишние напряжения. И именно от того, что есть лишние напряжения, что человек вместо действия тонким телом на самом деле выполняет скрытое действие физическим, и когда он чувствует сопротивление материала, он на самом деле чувствует микросопротивление себя, тем самым живет в своих глюках, именно из-за этого большое количество действий неуспешны. То есть большое количество вот этих действий неуспешны. Каждый раз, когда вы видите человека, который на фразу «сконцентрируйся» делает так, это уже говорит о том, что уровень не очень высок. И поэтому, собственно, если человек не овладел и не научился отключать все микронапряжения, в чем проблема? Он не знает, использует ли он энергетику, и он использует микронапряжение физического тела, или они у него сливаются, что весьма мешает в прогрессе. Понятно? Вот, еще раз, здесь многие занимаются много лет, кто-то может сказать, да, это банально, я уже там давно занимаюсь, я так разберусь. Ребят, эту вещь приходится отлавливать, я там занимаюсь всю жизнь, и в каких-то вещах все равно приходится себя калибровать, потому что привычка действовать физическим телом, ну, как бы она такая, ее надо осознавать. Как бы даже хорошим специалистам, как бы надо себя калибровать в каких-то вещах. То есть, если этим не позаниматься, но как только вы перестаете действовать физически, вы действительно начинаете чувствовать тонкое на другом уровне. Значит, это было очень забавно, я все время тренировал ребят, ну, так сказать, некоторых, учил их решать вопросы, что где, когда. И вот вы зачитываете людям 10 вопросов, значит, и там, ну, значит, и вы чувствуете, видите, как люди после этих 10 вопросов устали. Что так устали? Оказывается, что, чтобы решить ментальную задачу, которая не решается, все напрягают физические мышцы. Потому что, вот, что такое, то есть, да, само выражение напрячет мозги неправильно, мозг, надо активировать его, не надо напрягать. Но все действуют в парадигме напрягать, и от этого, как бы, то есть, там очень устает тело. Хотя, понятно, да, во время, там, шахматных турниров, там, вроде бы, шахматисты, я читал, могут потратить, там, 8 тысяч калорий за турнир. Так, да, мозг поглощает много глюкозы, не надо напрягаться больше необходимости. Это только немного про напряжение физического тела. А еще, как бы, на следующем этапе мы учимся отслеживать скрытые напряжения. Скрытые напряжения гнева в бровях, скрытые напряжения гнева в челюстях, скрытые зажимы в горле от того, что вы хотели что-то кому-то сказать и не сказали. Да, любое подавленное действие, которое вы не смогли довести до конца, создает скрытые напряжения. Скрытые напряжения несут в себе информацию, искажают энергетику. Это только немного про уровень физического тела. На уровне физического тела есть 4 практики расслабления. Расслабление огня, когда идет выравнивание теплового баланса. Расслабление земли, плотности и структур. Как бы, расслабление воздуха, степени свободы. И расслабление воды, как бы, восстановление жидкости. От этого идет расслабление жизни, что все, как бы, зоны тела становятся живыми, по ним восстанавливается циркуляция энергии. Поэтому существует несколько стихий, ну, практик на расслабление, которые можно разделить по стихийным группам. Некоторые выделяют еще любопытный аспект расслабления смерти. Поэтому смотрите, да, то есть чем расслабить? То есть вот смотрите, да, вот я вам покажу. Вот я, допустим, могу расслабить лицо. Но в обычном состоянии, как бы я лицо не расслаблял, челюсть у меня не падает. А если бы я, там, вот прямо сейчас помер, то, скорее всего, челюсть бы, как бы, там, она отвисла бы. Значит, соответственно, существуют практики. Даже вот есть такой неплохой человек, там, интересный практик. Ну, в смысле, неплохой, симпатичный человек. Вот и хороший практик. Там, вот Владимир Баскаков, у него есть идея тонатотерапии, где имитируется состояние, как бы, расслабления, как при смерти. Кстати, довольно любопытная методика. Вот мы это в этом не обязательно будем изучать. Но это только немножко, что касается расслабления физического тела. Надеюсь, эта часть интересна. Мы перейдем дальше сейчас. Значит, ребят, если вы овладели бы вот уже, вот там, только тем, что я сегодня рассказывал, вот только вот эта самая напряженная зона, самая расслабленная, мониторинг, расслабление ее, в принципе, уже только эта вещь способна придать вашей жизни другое качество. Если вы сможете сохранять расслабленность, когда кто-нибудь вам рассказывает там, значит, о том, что негодяй испортили ему жизнь и что он собирается делать, вот, а вы, как бы, способны его расслабленно с улыбкой выслушать, ничего не подавляя, это уже, как бы, некоторый уровень. Значит, это только расслабление физического тела. Что такое расслабление тела эфирного, энергетического тела? Что это такое? Как вы это понимаете? Что такое расслабление эфирного тела? Нет, это не что-то, что, скорее, смотрите, расслабление, это всегда не что-то, что мы делаем, это что-то, чего мы не делаем. Да, как вам удается так расслабиться? Я не напрягаюсь. Что значит, как бы вы поняли, если вам кто-то сказал, расслабить эфирное тело, расслабить физическое, понятно, да, а расслабить эфирное, отлично, Ольга, верно. А что такое свободная циркуляция энергии? Свободная противопоставлена какой? Без застоя зажима – это базовый уровень. На деле еще более любопытно. Свободная – это то, как она двигается по законам организма здорового без принуждения со стороны воли. То есть обратите внимание, если вы вот сейчас сидите, и вы, значит, представьте себе, что у вас там пистолет вот возле бедра, и вы собираетесь там вот вскочить и выстрелить в другого человека, прежде чем он достанет пистолет. Вот представьте себе эту ситуацию. Обратите внимание, что энергия идет в какие-то зоны, не только кровь, куда идет энергия, туда идет кровь, она идет как бы в руки, она концентрируется в серединной линии, или у вас меняется внимание на периферии. То есть, значит, соответственно, энергия пойдет туда, то есть в те места, в которые она будет диктоваться решаемой в данный момент задачей, будь это ментальная задача или эмоциональная. Понятно? Понятно, да? Теперь представьте себе, что вы уже там, значит, ну вы решаете какую-то задачу, если я собираюсь кого-то рубануть мечом, то есть в готовности, у меня там энергия идет здесь. Если я собираюсь там отразить атаку, то она идет как-то еще. То есть, да, то есть если я как бы чувствую, что мне надо быть бодрым и себя держать в тонусе, у меня как бы энергия больше активируется в каких-то каналах. То есть, то, что у меня есть задачи, постоянно перераспределяет энергию в теле, не только мышцы. Значит, если я там хочу, что там сказать, работать, я планирую ораторскую речь, у меня будет больше энергии, пойдет в район горла. Ну, понятно, если мне надо на кого-то давить волей, я соберу больше энергии в какой-то зоне. В результате энергия перестает циркулировать просто по законам организма, но будет перенаправлена моей волей в рамках поставленной мной задачи. Это хорошо, это отлично. Проблема в том, что когда задача вот решена, то, значит, далеко не всегда, что энергия, значит, вернется сразу к естественной циркуляции. Знаете, вот в случаях кризиса в странах там создают разные министерства, комитеты видели, да? Но как часто вы видели, чтобы этот кризисный комитет или министерство, созданное для решения задачи, расформировалось бы после того, как задача решена? Не часто, да? Когда какие-то люди приходят к власти, потому что кризис и все прочее, они обычно не говорят, все, мы преодолели кризис, до свидания, теперь вы не останасы. Согласны, да? Значит, соответственно, очень часто после того, как задача решена или задача решена неуспешно и можно ее не решать, циркуляция энергии остается под неким вот этим скрытым ментальным принуждением. И эфирное расслабление – это вернуть циркуляцию, дать ей циркулировать по законам организма. Что такое дать ей циркулировать по законам организма? Это как бы выровнять внутренние ритмы. А будем говорить так, разные зоны организма, у них своя скорость, но они подчиняются некому общему ритму. Как в оркестре, как бы, да, инструменты могут играть в неком своем темпе, но подчиняясь некому общему ритму, да? Поэтому это уметь выровнять течение времени в разных зонах. Значит, эзотерики в большинстве своем приучены энергию направлять вниманием, а не просто давать ей двигаться, как она хочет. И из-за этого для эзотерика иногда расслабиться и отпустить просто энергию бывает в чем-то даже более сложно, чем для того, кто начал практиковать недавно. Давайте сделаем с вами некоторый опыт. Я попрошу вас поставить перед собой руки, слепить шарик, дабы выдыхаете через ладони, у нас сделали гармошку, между ладоней плотная субстанция, промодулировали ее чем-то хорошим. Значит, дальше сделайте такую вещь. Поднесите ее к груди, вложите шар в грудь и почувствуйте, как ощущения расходятся. А дальше просто следите, куда и как они будут двигаться. Вот они пошли из груди там в центр, двинулись к рукам, от рук двинулись куда-то еще. Это как вы отслеживаете воду, как вода из океана там вошла, в реки, да? То есть или куда-нибудь, или из дождей, и как она растекается дальше. Никуда ее не направляйте. Просто следите, как она сама ходит по организму, пока вы не почувствуете свой организм заполненный некой движущейся, вибрирующей субстанцией, которая двигается абсолютно самостоятельно. Понятно? Действуем. 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 Ну и как ваши ощущения? Что удалось почувствовать? Пока вы пишете, расскажу вам одну забавную историю. Как раз сегодня в Израиль приехал очередной раз человек, у которого я многому учился, целому ряду телесных, дыхательных практик и практик расслабления. Он, когда приезжает, всегда начинаются дожди. Вот как раз. Он отписался, что прилетел, и как раз за окном начался ливень, добрый знак. Причем это может быть самое такое неподходящее время годного. Даже в Резонскую пустыню дожди приносят. Поэтому всегда приятно, когда видишь стабильные проявления чьих-то ситх. Вот. А тем временем напишите, что у вас получилось. Удалось ли вам почувствовать, что когда вы дали в какую-то зону энергию, она дальше начинает двигаться сама, и не надо ее принуждать, можно просто смотреть, как ей удобно. То есть вы можете создать. Ввели энергию в мышцы лица. Создали шар. Поднесли. Убрали руки. Равномерно охватили вниманием всю голову. Держим его мягким. Позволяем ощущениям самим бродить. Как ощущения в результате? То есть вы почувствовали, что это не то же самое, как когда мы осознанно подсаряжаемся. Это как бы некоторая небольшая часть того, что касается расслабления эфирного тела. К нему тоже применяются принципы расслабления на уровне стихии, что восстанавливает естественную циркуляцию. Но даже эта практика, она очень эффективна. То есть, значит, просто большинство людей не любят практики, связанные с созерцанием. Им всегда надо что-то делать. Как раз расслабить эфирное тело, это не делать что-то. Это в первую очередь устранить. Те перекосы, которые возникли в нем вследствие работы сознания. Понятно, да? Что такое расслабление астрального тела? Что такое расслабить астральное тело? Расслабить тело воли, тело Манипуры. Это как? Спасибо. 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 Фатализм. Ну, так это фатализм, это еще не значит расслабленность, хотя способствует. Отпустить желание это немножко повыше. Ну, вот на уровне тела Манипуры мы постоянно контролируем окружающих, то есть мы как бы постоянно контролируем волевое давление, то есть это некий волевой контроль себя, это некоторая постоянная защита территории, наложение мое, это сопротивление чужому давлению, это попытка заставить себя, наоборот, подчиниться чужим приказам, то есть когда не хочется. Вот. Ну, это еще многие вещи, как бы это зацепленность за определенные аспекты обладания. То есть вот и, то есть это аспекты постоянно поддерживаемых волевых конфликтов. И, значит, по сути, будем говорить так, основные напряжения на уровне Манипура чакры это поддержание границ. Это поддержание границ, когда вы чувствуете, что вам надо тратить силы, чтобы контролировать границ. В большинстве случаев это тратит силы от вторжения других ваших границ, и иногда как бы, то есть сдерживать себя, чтобы не вторгнуться в чьи-то. Техники расслабления на этом уровне связаны с аспектами определенной безопасности, да, они могут идти из фатализма, когда вы перестаете тратить силу, вы остаетесь защищенными, но перестаете тратить силу на постоянное поддержание границ, на постоянное поддержание упругости кокона. То есть когда нет необходимости постоянно поддерживать границу, то есть уже это вызывает расслабление вот этих зон. И опять же на уровне, то есть вот тела, на уровне тела Манипуры, значит, то, что способствует расслаблению, это умение просканировать тело Манипуры, понять, в каком времени находятся разные его зоны, где вы смещены в будущее, где вы смещены в прошлое, где вы продолжаете с кем-то бой. Во многих случаях, опять же, то есть проблема вся, что поддержание границ, то есть этот процесс часто не прекращается, когда, то есть там вовремя, то есть вы ввели на границу войска и там оставили. Это как бы умение, прямо сейчас эти практики озвучивать не буду, они более сложны. То есть умение работать с поддержанием границ, которое идет, как бы дает определенные чувства безопасности, да. Иногда как бы, то есть это связано с тем, что в том числе мы перестаем пытаться контролировать ощущения, наоборот, мы говорим, вот те ощущения, что есть и не есть, пусть себя ходят и блуждают. Я не занимаюсь их контролем, они сами придут в норму. То есть, но, то есть чуть-чуть более сложные аспекты. Значит, что такое расслабление на уровне сердечной чакры, на уровне, там сказать, основного, высшего, верхнего эмоционального центра, отвечающего за любовь, дружбу, там, эмоциональную жизнь? Что такое расслабление на этом уровне? Принятие. Как говорил волк красной шапочки, слияние или поглощение. Офигизм. Вам, например, пофиг, друзья, любимые и прочее. Хорошо. Что такое напряжение на уровне сердечной чакры? Вы смотрите на любимого человека, думаете, как же хорошо, что ты есть на этом свете, насколько же этот мир прекрасен от того, что в нем есть ты. Вы что, сильно напрягаетесь, когда это чувствуете? Да, то есть, вот правильно, да. Сильно ли вы напрягаетесь, когда любите близкого человека? Сильно ли вы напрягаетесь, когда вы чувствуете благодарность? Сильно ли вы напрягаетесь от мягкой радости? Сильно ли вы напрягаетесь от доброжелательности? Раскрытие чакры уже расслабление. Раскрытие – это чуть больше. А что такое переживаешь, народы? Переживаешь – это как? Ну, конечно, согласен, что это напряжение, а можете ли вы определить, душа болит? Напряжение – это не обязательно непроявленные эмоции. Например, гнев, сдерживаемый – это напряжение. Но нельзя сказать, что когда вы реально кем-то взбешены, что вы находитесь в ресурсном состоянии, несмотря на всю ресурсность гнева. Ну, как бы ситхов среди нас нету, да, все джедаи, поэтому мы не за этот путь. Значит, смотрите. А может напрягать отсутствие эмоций, быть нересурсным состоянием? Когда люди говорят, мне на душе пусто. То есть будем говорить так. Во-первых, напряжение на уровне эмоций – это испытывание любой эмоции и любого состояния анахата чакры, которое вы не хотите испытывать в данный момент. Раз. Второе. Напряжение на уровне анахата чакры – это испытывание эмоций, которые дестабилизируют вашу энергетику и приводят к энергетическим тратам таких, что баланс затраченной энергии оказывается выше, чем той энергии, которую вы получаете. То есть нарушение стабильности и плотности энергетического тела. Третье. Напряжение – это, конечно же, сдерживание определенных эмоций, то есть неспособность их просто прожить. То есть в данном случае сдерживание эмоций приводит к тому, что в вас остается кусок, маркированный другим временем. Время-то эмоций прошло, но оно в вас уже живет. Поэтому с одной стороны есть техники расслабления, связанные с выравниванием времени в анахате. Этому я вас учу. С другой стороны, техники расслабления, связанные с тем, что вы можете… То есть мы говорим, что это эмоция, которую вы не хотели испытывать, когда мы изучали с вами практики созерцания. То есть вы говорили, что неважно, какая эмоция, просто могу созерцать, она есть и есть. И как бы просто мне безразлично, какая она есть. Но на самом деле еще некоторый уровень баланса. То есть мы будем говорить, что в случае с анахата чакрой полезнее говорить не о напряжении и расслаблении. Здесь больше идет термин баланса. И мы как бы хотим, чтобы чакра пребывала в состоянии некого стихийного баланса, чтобы в ней не было ни перекоса в сторону воздуха в будущее время, ни в сторону как бы воды, чтобы в ней не было перекоса гиперактивности огня, в которой она нестабильна, чтобы она не была как бы слишком… то есть становилась ригидной аспектой земли, чтобы она не теряла слишком сильной энергией, чтобы в нее поступало достаточное количество жизни. Это все хорошо, но для анахаты этого недостаточно. Для анахаты недостаточно овладеть восстановлением анахаты, для анахаты недостаточно овладеть… то есть умением ее не напрягать и не портить. Этого мало. Что еще нужно для анахаты человеку? Любовь и вдохновение, то есть контакт сердечные чакры сердца с духом и контакт с тем, что мы чувствуем из других, как любовь. Поэтому… То есть да, то есть именно красота в том числе. Поэтому если вы, так сказать, любви, красоты, вдохновения не получаете, только практик восстановления, внутренних мало. Мы как бы все-таки в рамках эволюции задуманы некоторым образом, чтобы мы до какого-то уровня нуждались в коммуникации с кем-то и чем-то, что мы любим, будь то люди, будь то животные, будь то мир, если это ваш партнер. Но именно в обмене с другим мы обретаем любовь и мы обретаем вдохновение. На каком-то этапе вы обретаете такой уровень целостности с миром, что вы и другой сливаетесь, да, и тогда как бы вам достаточно той любви, которую вы приобретаете из этого единства. Но пока вы на этом уровне не находитесь, значит, вы будете в этом нуждаться и аспекты любви и вдохновения, которые дают, значит, которые вам, вы будете получать, как бы они, то есть, вот, ну, на определенном уровне будут с вами, а до того они будут вам нужны. Другой не обязательно должен быть человеком, но как бы, то есть, там вам нужно любить кого-то. То есть, это может быть целый мир как партнер, если вы способны любить целый мир, большинство людей любить мир не способны, если в нем нету конкретных персонификаций. Есть люди, которые просто меньше нуждаются в силу структуры своей анахаты в любви и вдохновении, есть люди, которым этого как бы не надо. Так они выглядят, ну, вот у них таких задач нет, но они скорее являются исключением. Понятно ли это то, что я разрушил? Но, то есть, техники вот эти самовосстановления, они очень важны. То есть, техники подзарядки, 17-й аркан, 19-й аркан, там все прочее, жизнь, не заменяют любовь, дружбу и контакт с духом. Вы ничем это не замените. Вы это замените тем уровнем, либо вы перейдете выше этого уровня, и вы тогда в этом как бы не нуждаетесь, но перейти выше, не пройдя этот уровень и там удержаться, обычно никто не может. И я не знаю никого, кто бы сумел. Либо вы чувствуете, что вам достаточно целой вселенной, которая у вас есть, тогда вы должны ощущать целую вселенную как партнера по общению. Да, вот в Танахе сказано, да, льотов леадамли, йот левадон, да, нехорошо человеку быть одному. Поэтому вопрос, кто у вас другой? Весь мир, который внутри вас, другой человек, союзные духи, ваше высшее я, но оно вам, ваш дух, но они вам потребуются. То есть умение усилить контакт с ними важный аспект к восстановлению. Можно человека, вот, человек может расслабляться, восстанавливать Анахату, долго, но иногда, то есть вот эти восстановления будут несравнимы с тем, когда кто-нибудь обнимет и скажет, я тебя люблю, ты лучше на свете. Значит, но не значит, что человек должен от этого зависеть и не иметь возможности восстанавливать себя другими способами, да, то есть просто эти тонкие вещи важны, то есть можно себя восстанавливать в их гармонии, даже в их отсутствии, но, конечно, как бы не следует недооценивать их важность. Понятно, да? Если мне кто-нибудь скажет, что он вообще не нуждается в других людях в мире, никому, и ему не нуждается, он там, ну вот, никого не должен любить, ну, я могу только сказать, здорово, но вот на этой планете большинство устроено иначе, не знаю, как у него. Я могу сказать, ну, вот еще раз, здорово, здорово, как бы, то есть вот, нужны ли, милы ли, значит, стигматы святой террессы, да? Вот, не нужны, но желанны. То есть нуждаться, вот это одно, но как бы определенное количество, то есть так или иначе, вот, оказывается нужным. Вот, значит, ну и что? Вот, то есть, как бы, то есть вот, ничего плохого в потребностях нет. То есть, да, как бы там сказать, у нас есть потребность в дыхании, у нас есть потребность в познании, вот, есть люди, которые говорят, у меня нет потребности в познании, я не нуждаюсь в том, чтобы познавать что-то интересное. Что ж, здорово, рад за них. Если мне, вот, Хелен, а в познании интересно, вы нуждаетесь? Да, практикам очень, практики очень, то есть, любят делать вид, что у них нету потребностей в паре, что они такие большие, независимые, свободные, вот, значит, и соответствуют некому идеалу мудреца. Это примерно, как ребенок может делать вид, что он взрослый, когда берет, как бы там, вот, сигарету другим концом и не знает, как ее закурить. Не надо имитировать следующие уровни развития. Все хотят сымитировать для детей нормально притворяться взрослыми. Надо потом понять, то есть, вот, Хелен, как вы понимаете слово «нуждаюсь», но это можно отдельно обсудить. Хорошо. Это понятно, то, что мы сейчас озвучили? Есть практики баланса стихий на уровне анахаты, но сразу всего не покажу, что такое расслабление на уровне ментального тела, которое строит алгоритмы, на уровне вишутха чакры, на уровне событийного тела. То есть, собственно, событийное тело контролируется менталом. В какой-то степени это умение отключить алгоритм, отключить постоянную опору на прошлый опыт, отключить и забрать ментал из всех событий, которые мы все пытаемся контролировать, а ментал постоянно связан с тем, что вы пытаетесь прогнозировать будущее на основе прошлого. Это раз. Второе. То есть, это оптимизация некоего ментала, когда вы удаляете, находите в ментале и удаляете оттуда куски расчетной мощности, которые сжирают то, что вам необходимо, то есть, сжирают как бы какое-то количество, то есть, те процессы, которые сжирают необходимые вам расчетные мощности. Это умение определенных перефокусировок внимания. Вот, да, но как бы это не просто отпустить внимание, то есть, значит, теперь смотрите, да, то есть, значит, следующее на уровне вишутха чакры, то есть, практически всегда присутствуют такие вещи, как обиды и как невысказанности. И вот умение эти зоны по-настоящему расслабить, высказать все, что считаешь нужно высказать, как бы убрать все обиды, обиды завязаны на самооценку, но по самооценке обещал отдельный курс, но это как бы связано с расслаблением вишутхи. Кроме того, на вишутхе как бы присутствует большое количество процессов, то есть, это граница вишутха-аджна, это также вот все процессы вытесненные, навязчивые мысли, мысли, которые возвращаются, это необходимость, опять же, у многих людей постоянно отражать давление внешнего ментального поля и отражать давление чужих социальных договоров и социальных программ. И вот умение как бы от всего этого избавиться, то есть, и не только, да, дает расслабление вишутхи, не просто отпустить внимание, то есть, да, еще умение как бы не тратить силы на удержание собственного договора, то есть, удерживать нужное необходиментальную тишину, отключить навязчивость, и это как бы приводит к восстановлению вишутхи. Вишутхи для восстановления этого мало, вишутха питается еще интересами, интересными задачами, не будете подкидывать ей интересных задач, вишутха зачахнет. А что такое интересы, как им питать вишутху, я опять же как бы планирую рассказать. Восстановление это не только то, что мы не делаем, это еще и кормить организм тем, что ему нужно на этом уровне. Понятно, да? Что такое расслабление на уровне аджины? То есть, с одной стороны, то есть, у нас есть какое-то количество, я объяснял, на ментальных телах, и мы это делаем как-то уровней сознания, то есть, на одном уровне у нас как бы есть, значит, ну, всяческие образы, мысли. Если мы отбросим мысли и образы, установим внутреннюю тишину, ну, и почувствуете, что внутренняя тишина не совсем тихая, там как бы сидят некоторые задачи и намерения сегодняшнего дня. То есть, вы чувствуете, ладно, сейчас вот я в этой внутренней тишине посижу 5 минут, а потом мне там надо идти сериальчик досматривать, или же там сериальчик же сам себя не посмотрит, работа сама себя не сделает. Когда вы отбросите и это, останутся скрытые намерения, что все-таки на жизнь там надо чем-то зарабатывать, и надо когда-то лечь спать, поэтому бесконечно медитировать не будем. И вот эти постоянные уровни глубинного мониторинга, они присутствуют. Можно научиться расслабляться от них. На следующем уровне, на каком-то этапе любой практик, начинает чувствовать, что личность, она же персона, это маска, которая прирастает к сущности, способной быть чем угодно. Да, то есть, значит, и здесь, то есть это умение расслабиться от личности. Но это для человека. Что такое расслабление на уровне мага? Не сразу. То есть при расщеплении личности вот такие вещи, не все из этого нужно делать. Переход от личности к сущности, он самостоятельно нет, он должен быть под наблюдением. То есть просто должен быть под наблюдением. Я все-таки рассматриваю здесь вещи на здоровых людей. Что такое? Следующее расслабление на уровне аджны – это расслабление, когда вы прекращаете подавлять ценности, которым вы не следуете, когда вы прекращаете подавлять аспекты других зон нашего сознания, того, что мы называем союзниками, то есть некое подсознательное или кармическое давление. Это опять же прекращение борьбы за отстаивание своего договора. И для мага это умение забрать свою силу и прекратить свои силы, держать все, что не нужно. Большинство как бы постоянно держат мир. Там, где его держать не надо, это умение это ощутить. Но это только первая часть. Для восстановления этого мало. Для восстановления аджну нужно питать соответствующими высокочастотными энергиями. И здесь как бы есть некое умение выйти на высокочастотные режимы, в которых аджна питается необходимым. То есть это выход на высокочастотные источники, знакомство с ними. То есть из которых аджна как бы не только перестает портиться, но и начинает чиниться. Понятно, да? Что такое расслабление, восстановление на уровне тела Сахасрара, на уровне высшего тела седьмого макушки, того, что с ним связывающе. Во-первых, это убирание различных эгрегориальных вставок, некоторых программ, которые идут, транслируются от эгрегоров, государств, профессиональных, прочих различных вставок, которые сидят, и программы. Следующее, это убирание негативных как бы программ самоидентификации, которые человек на себя, например, надевает, когда говорит себе каждый раз, что он тупой. Это убирание как бы блокировок своих отношений с миром. И это некое восстановление связи с духом, то есть восстановление связи с тем, что вдохновляет и ведет. То есть как бы именно это восстанавливает седьмое тело. То есть седьмое тело мало этого убрать, как бы седьмое тело по-настоящему работает, когда человек чувствует, что все, что я делаю, не лишено смысла. Но как бы кроме тонкой части существуют достаточно простые технические вещи, способствующие восстановлению седьмого тела. И опять же, как бы, то есть для магов существуют отдельные источники, то есть настройки, то есть отдельные источники энергии для седьмого тела, в результате которых оно восстанавливается быстрее. То есть для верующего человека иногда достаточно пойти помолиться, для практикующего эзотерика иногда нужно что-то другое. Это как бы только небольшое количество, то есть для магов существует еще отдельный вопрос. То, что я не буду широко освещать в рамках беседки, есть разница между тем, что такое восстановить энергию и восстановить силу. Поскольку у магов бывают проседания в силе, связанные с тем, что маг делает что-то не по своим ценностям, не жил во вдохновении, перенапрягся, оставил слишком много своей силы в незавершенных делах, делал вещи, которые его в силу уменьшают. И существуют практики восстановления не только тонких сил, но и восстановления силы. А сила – это не энергия, это самоспособность энергии оперировать. То есть как восстанавливать и кормить силу – это отдельная часть, весьма важная, потому что без этого очень многие люди чувствуют, что энергии-то много, но иногда они чувствуют, что потеряли саму способность или ослабла самоспособность ей оперировать. И сила, она связана с определенной очень специфической открытостью анахата, чакры и ажны. И искусство восстанавливать силу, оно особенное. То есть оно, с одной стороны, связано всегда с умением осознать, куда девалась сила, то есть что мы держим из того, что можно не держать, не дестабилизировали ли мы силу, стараясь осуществить неосуществимое или сдерживая ее, не живя по своим ценностям. Сила восстанавливается за счет контакта с теми, кто ей созвучен, и с теми местами, если вкратце. Сила восстанавливается от того, как бы, что когда вы занимаетесь практиками, вы знаете, что какие-то вещи, то есть какие-то практики, когда вы их делаете, поддерживают вашу гармонию и делают вас могущественнее. То есть чем больше вы таких вещей делаете, вещи, кстати, это могут быть иногда бытовые, но благотворно влияющие на силы. Вот некоторая практика гигиены силы такой, она достаточно важна, но как бы это не то, что я хочу обсуждать в рамках просто открытых бесед. Ставим это. То есть просто более большая, сложная тема, вот как бы есть некоторые вещи, которые надо обсуждать более закрыто, чтобы их не профанировать. Вот это некоторые аспекты, о которых я хотел поговорить сегодня. И, собственно, вот этот аспект, хотя какие-то вещи мы уже делали, но мы никогда не занимались централизованно, то есть мы всегда изучаем практики восстановления, вот этим практикам восстановления, вот как целому корпусу действий, направленную в первую очередь на поддержание себя в гармонии. Собственно, я и хотел достаточно давно сделать такой курс и людей получить, как бы курс там не огромный, там занятие, ну как бы просто чтобы его сделать хорошо и пройтись по семи делам и успеть отработать, ну как бы, то есть это как бы, ну нужно, так сказать, не меньше 12 занятий. Вот я как бы хотел сделать такой курс, который был бы не огромный, но после которого я знаю, что качество жизни у любого, кто его пройдет, станет выше, вот при условии, что он все-таки будет делать хотя бы что-то. Я вот сейчас посмотрю, вроде у нас как бы там не совсем понятно, что с ментальными телами, или мы продолжим его по тем же часам, что ментальные тела, мы просто будем начинать немножко раньше, я думаю, не в 9.30, а в 9 или 8.30, чтобы все успевали. Вот, и будем делать, как бы, некие постоянные практики в телеграм-канале, потому что люди иногда, то есть какие-то эти вещи ленятся делать, даже когда знают. Вот, собственно, это то, о чем я хотел поговорить, потому что мне кажется, эта тема интересная, и, то есть, ну как бы, практически у каждого специалиста существуют некие техники самовосстановления, какие-то, то есть определенными такими техниками самовосстановления специалисты делятся друг с другом в рамках дружественного обмена. Вот, скажем, за N десятков лет в моей практике сколько-то таких вещей накопилось у меня, мне хотелось бы ими поделиться. Вот. Есть ли вопросы по сегодняшней теме? То есть я еще раз объясню цели. Это высокий уровень личной гармонии и прочности. Это умение не путать тонкое и физическое. Это умение не выпадать из того состояния, ниже какой-то зоны, где вы чувствуете, что вы потеряли уровень. Можно говорить о том, что умение удерживать позицию своего договора это тоже искусство расслабления, потому что различные агрессии, траты энергии постоянно идут, когда человек пытается удержать фиксацию. А, собственно, иногда мы можем смотреть, что же нам позволяет удерживать фиксацию в договоре без потери энергии. И как это делать? Ну вот, как-то так. То есть я эту тему озвучил. И хочу на эту тему сделать курс, который, ну, как и всегда, эти курсы у нас ориентированы, большей частью, на учеников школы, но могут быть ориентированы и на людей, которые могли почувствовать хотя бы какие-то вещи из тех, о которых я сегодня говорил. В свою очередь, что хочу сказать, что даже если вы просто с вот этого занятия взяли бы нашего сегодняшнего только практики расслабления, как бы вот самая расслабленная, самая напряженная зона их объединения, выделение напряженного внутри напряженного и спокойной свободной циркуляции энергии, уже это, если вы делаете это хотя бы месяц постоянно, уже это может сильно улучшить уровень вашей жизни. Ну, Хелена, то есть вы как бы имеете в виду ученики, и те, кто занимались, те, кто посещали семинары, те, кто знают нашу парадигму, те, кому мне не надо объяснять там, что такое тонкое тело, что такое дух. Ну, впрочем, вот, те, кому это не нужно, обычно и не приходят. Вот, это то, о чем я хотел поговорить с вами сегодня. Надеюсь, вам это было интересно и как-то полезно. То есть принцип простой. Мир и так напрягает достаточно сильно, и не надо ему в этом помогать, как бы поэтому, как бы, то есть не надо напрягаться больше, чем ситуации требуют. Вот. Собственно, в какой-то степени именно по умению удерживать баланс и гармонию во многом определяется уровень. поскольку умение удерживать баланс и гармонию происходит часто из внутренних качеств, вот, из эффективности, из умения, из внимания. Вот, значит, курс там будет не огромный, чтобы все его могли позволить, и достаточно практичный. Вот, значит, теперь я уже определился с датами киевского семинара, то есть он у нас будет с 18 по 25 ноября. Мы будем работать с очень интересными аспектами, с 7 и 9 силой, когда мы осознаем себя как истинную реальность и как бы с изначальными качествами победителя, с настройками на то, что такое аспекты богов победы, вот, с копированием качеств там самых успешных победителей и еще многим другим. Вот, поэтому, если кто-то живет в досягаемости, подготовьтесь, если кто-то захочет там, ну, что нужно будет к семинару, я расскажу. Соответственно, эту же тему повезу, наверное, и еще всяких интересностей повезу в Москву на Новокуре. Как бы, как всегда, буду рад добраться и до новосибирцев, то есть тоже в планах привести еще какие-то чудес, в частности, вам, связанные по углубленной магии денег и, опять же, углубленной гармонизации вот этих тонких дел на себе и других. Вот, если ко мне какие-то вопросы, либо я рассказал все настолько понятно, либо это было так банально, либо все настолько скучно, что вопросов нет, есть. Давайте. Если они личные, можно потом. Я в чате расскажу. Я в чате расскажу или там просто наберите меня, пишусь. Есть ли еще что-нибудь именно по сегодняшнему рассказу? Ну, надеюсь, что вы что-то выучили. То есть я надеюсь, что как бы это было интересно как не тем, кто с нами постоянно, так и вот тем, кто занимается давно, что сегодня вы увидели что-то еще. Вот, что и нормально, по мере, чем больше вы занимаетесь, тем больше растет внимание. Человеку с нуля вот трудно увидеть напряженные зоны, внутри напряженные, хотя не запредельно. Есть ли напряжение, связанное с физическим патогенным процессом в теле? Можно ли это устранить с помощью циркуляции энергии? Это зависит от степени процесса, как далеко он зашел. Однозначно можно уменьшить последствия. Обычно это всегда комплекс. Патогенный процесс, соответствующему эмоциональное состояние, ментальное, иногда имеющее кармическую, иногда имеющее некармическую природу. Сам процесс переживания по поводу процесса, дополнительные напряжения, балансировка циркуляции, гармония энергии, гармония мышления в большинстве случаев как минимум улучшает состояние. Многие патогенные процессы при этом устраняются. Это уже, конечно, зависит от типа процесса, от того, как далеко он зашел, и от того, насколько человек сможет восстановить циркуляцию энергии, соответствующей изначальной гармонии организма. Собственно, поскольку вся китайская медицина сводится к тому, что если восстановить абсолютный баланс некой правильной циркуляции, то лечатся любые проблемы, то как бы договор китайской медицины говорит, что да, на практике состояние улучшить можно, устранить любое, но это сложно, но как бы как минимум, то есть в большинстве случаев это дает всегда хорошие результаты. Еще вопросы? Выше седьмой не надо расслаблять, по той простой причине, что у большинства людей там вообще как бы нету структур. Есть некоторые аспекты для тех, кто ощущает себя как бы нечеловеческой монадой, заброшенной в этот мир, для них есть отдельные практики. Те, к кому я сейчас обращаюсь, меня могут понять и услышать. Не надо писать, вот да, мы вас услышали, вот не палитесь. Значит, для них есть отдельные практики, для большинства людей, даже там, скажите, даже практиков, там седьмая зона, более чем достаточно. Хорошо. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Вот, надеюсь, вы узнали что-то новое. Я сегодня выложу анонс, посмотрю, что мы там поделаем еще там по ментальным телам или как мы это продолжим. Вот. Здесь еще одна маленькая вещь я хочу сказать. Есть некое наблюдение, что маги болеют от настроения. То есть, если обычный человек допускает какую-то дисгармонию, он может с ней справиться. Дисгармония внутри продвинутого практика, он может как ее и хорошо пережить намного лучше, так и наоборот, она может проявиться сильнее, то есть уже зависит от особенностей его организации. Поэтому чем выше вы поднимаетесь, тем и выше требования к личной гармонии. Просто помните про это. Что ж, да пребудет с вами радость, да пребудет с вами сила. Всего волшебного. Доброй ночи всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok